Всем привет! Сейчас половина седьмого утра и мы выехали в Минск. Движемся вот по Кутузскому проспекту, в этом направлении, так сказать. В октябре поздний рассвет, солнышко еще не поднялось, но уже, в принципе, все хорошо видно. Нам предстоит дальняя поездка. Я, если честно, впервые буду преодолевать за рулем такое огромное расстояние. Поэтому мне интересно, насколько это непросто. И буду рассказывать о своих ощущениях и впечатлениях. А в Минск мы едем не просто так, а на Всемирную выставку котов и кошек, которая будет проходить во Дворце спорта на проспекте Победителей. Чем отличается Всемирная выставка кошек от Международной? А вот чем. У Всемирной выставки другой статус. Это как чемпионат мира среди людей, но только среди котов. На такие выставки едут известные заводчики из разных стран за высокими титлами. Там всегда большая конкуренция. И на один титул могут претендовать сразу несколько достойных и красивых животных в одном окрасе. Так что шанс уехать ни с чем очень велик. К тому же Всемирная выставка при успешном выступлении дает так называемый Джокер. Это такая оценка, которая может идти за любую страну или даже за любой континент. В общем рискнуть стоит, но тут как повезет. Вот и мы с котом Жорданом едем, чтобы рискнуть и получить свою оценку косе. Это чемпион Европы по международной системе ВЦФ. И к сожалению конкуренты у нас есть в этом окрасе. Очень красивый кот. Наш родственник причем из Нижнего Новгорода. Дарт Ваттер. И мы как бы даже немножко боимся. Титул большой международный чемпион у нас уже есть. Но это максимум, который можно закрыть на территории России. И теперь нам нужны заграничные оценки. Аж целых две. А третью мы будем получать дома. Только что мы проехали поворот на Смоленск. А это означает, что около шести часов мы уже в пути. Тяжело ли ехать? Ну да, честно говоря ехать непросто. Ну я бы не сказала, что прям уж совсем. В общем вполне себе терпим. Вот это последняя заправка перед границей. Перед границей. Сейчас уже, не знаю как место называется. Но все. То есть сейчас уже, сейчас время 11.55. И скоро мы пересекаем границу. В общем. Вот так вот. И вот у нас тут Джордан уже сколько часов в пути. Устал Джордан. Устал кот. Что-то смотрит. Вот это уже Белоруссия. И как бы скорость тут, к сожалению, 70. Оказалось, что разрешенную скорость по трассе от почти самой границы до Минска 120 км в час. И это очень хорошо. То есть на путь от границы до города мы потратили всего два с небольшим часа. А как только отъезжаешь от границы, начинаются поля, поля, поля и еще раз поля. Все они вспаханы и засеяны. Или засеяны. Это, конечно, очень удивительно. Ну, для нас. А вот и Минск. Ура! Мы въезжаем в город. Ура! А это центральная улица. Проспект независимости. На ней можно увидеть многие достопримечательности и памятники. Мы с котом Джорданом приехали в Минск. В Минск, Джордан, скажи, ура, я ехал, скажи, сколько времени я ехал. Я, скажи, даже не знаю, сколько я ехал. Я ехал, скажи, 10 часов. Приехали в Минск, Джордан. Ура! Мы решили поселиться вот в этот отель. Он весь не влезает, но подальше, когда отъедем, я покажу. Вообще-то сначала мы хотели снять квартиру, но женщина, которая нам сдавала, ну, собиралась сдать, она сказала, что мы должны два часика подождать ее. Ну, мы подумали, что мы столько проехали, 10 часов, и сейчас еще два часа у подъезда ждать ее мы не стали. Ну, в общем, поселились в этот отель. Сейчас посмотрим, что здесь есть в этом отеле интересного. Вот наш номер. Мы тут уже приспособили, правда, местечко для Джордана. Вот. Но так вообще себе нормальный. Просто свет. Ну, что ты в кадре-то? Я же номер показываю. Ну, тогда мне нужно найти. Просто все равно тебя не видно. Да? Вот наш номер. Мы тут приспособили местечко для Джордана. Из двух тумбочек, вот, собственно, сам. Джордан уже выбрал, где он будет спать. Да? Джордан, ты вы... Да, здесь он будет спать, да? Тут в гостинице есть вот такой балкончик в холле. Но знаете, как вот в советских отелях дверь закрыта. То есть выйти нельзя. Видимо, чтобы... Видите, как высоко. Видимо, чтобы не прыгали. И лифт. Сегодня мы идем на выставку котов и кошек. И, по-моему, из нашего окна видно это место, где будет выставка. Дворец спорта. Вон то место, где будет проходить выставка. Дворец спорта. Вот там вот. Смотрите. Сегодня наша очередь на оценку в 13.20. А сейчас 9 часов. В общем, будем сидеть до 13.20 вот так. И ждать, пока нас пригласят. Вот такие дела. Джордан, скажи, я мой сладкий. Что тут есть на выставке? Ну, здесь проводятся всякие ринги и шоу, за которые дают призы, кубки, розеточки, подарки. Но мы в них с Джорданом сегодня не участвуем. Потому что мы приехали четко за оценкой Кассе на чемпионы Европы. И я просто боюсь, что на каком-то ринге Джордан разнервничается и на столе у эксперта будет себя вести не так, как это нужно. А нужно сидеть тихо, не царапаться, не мяукать, но приветливо реагировать на происходящее вокруг. Ну, поэтому мы просто ждем своей очереди на оценку сегодня. Сама выставка очень большая. Так всегда бывает на всемирках. Очень много животных, много посетителей, детей, шумно. Не все коты выдерживают, но мы держимся. Наш кот большой молодец. Он прирожденный артист. Джордан родился и до четырех месяцев рос в питомнике «Роял Престиж». Его заводчик Рим Панарина. Она, к большому нашему сожалению, не смогла с нами поехать в Минск. И поэтому нам тут двойнее непросто. Мы не такие уж специалисты по выставкам и чувствуем некоторую неуверенность. И пока мы держимся, мы решили посмотреть, что продают в минских магазинах и какие здесь цены. Вот мы нашли напротив нашего спорткомплекса магазин продукты. Сейчас посмотрим, какие цены Белоруссии в Минске. В пересчете на наши родные рубли подсолнечное масло стоит в районе 150 рублей. Мука 44 российских рубля, сахар 64, макароны от 50 до 70, творожные глазурованные сырки от 16 до 24 рублей. Хлеб от 14 до 50, шоколад от 69 до 80, и советское шампанское 284 наших рубля. Вот так вот. В общем и целом, Минск нам нравится. Правда, пасмурно, но здесь такие широкие проспекты, большие улицы, огромные расстояния. Я когда-то, ну, когда фехтовала, я была в Минске, то есть даже несколько раз. Но мне кажется, многое поменялось. Здесь стало много новостроек, там дома такие красивые все. В общем, в принципе, мы довольны, город прекрасен. Тем не менее, нас ждут на выставке, и мы возвращаемся в дворец спорт. А сегодня нас оценивает эксперт ВЦФ Алла Левина. И она же оценивает нашего конкурента из Нижнего Новгорода. Из двух классных котов Алла Левина должна выбрать только одного, а другой займет второе место в своем окрасе и останется без оценки на титул. Вот это обидно. Вы просто не представляете. Но моему счастью не было предела, когда Алла Левина выбрала Жордана и поставила его на первое место. Она сказала, что у нашего кота необыкновенно красивые глаза. Это точно чемпиона мира дедушку Гведона, подумала я. Мы рады. Ведь как минимум Джокер со всемирки. Мы привезем. Вы не поверите, но перед нашим отелем находится Старостинская Слобода. Прям Старостинская Слобода, представляете? Я прочла в интернете, будто история этого места отражает далекие времена Великого княжества Литовского. Когда минские наместники назывались Старостами и по заведенной в этих местах традиции получили в кормление небольшой район города. Да, давно уже нет в Минске Старост, да и слобод тоже нет. Зато есть замечательный сквер, радующий глаз. Сегодня второй день выставки котов и кошек всемирной в Минске. И мы тоже с Джорданом приехали. Вчера мы получили свою оценку, то есть обыграли конкурента. Сегодня, не знаю, как получится, будем стараться. Джордан. Джордан. Видите, кот уже устал, уже вчера сидел, сегодня полдня. В общем, не знаю. Скажи, я мой сладкий. А на второй день все поменялось. И уже другой эксперт, Марина Литвина, поставила на первое место нашего конкурента, а не нас. Но мы не расстроились, ведь свой Джокер мы уже получили. А теперь и наш родственник из Нижнего Новгорода, Дарт Вейдер, получил Джокер тоже. Я думаю, что это честно. Потому что было бы грустно, если бы какой-то кот, очень достойный при всем при том, кот уехал бы совсем ни с чем. В общем, с Дартом Вейдером мы разделили оценки поровну. Одну поставили нам, а вторую им. Что нам теперь с этим делать? А теперь нам, ну, точно, совершенно придется вернуться в Минск за второй оценкой. Потому что одна оценка идет за любую страну, а вторая нам нужна из Белоруссии. А значит, уже очень скоро мы вернемся в Белоруссию, чтобы выполнить свои задачи до конца. Но об этом смотрите уже в следующем видео.